Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Заборонок, и по вашим многочисленным просьбам я записываю видео об аккордах. Какие лучше всего использовать аккорды в эстрадной музыке, как писать песни, как подбирать песни. Итак, друзья, начнем! Самый известный аккорд трезвучия. Это три звука, которые берутся через ноту. Смотрите, например, до, ми, соль. Или ля, до, ми. Трезвучия бывают мажорные или веселые. Весело, да? И минорные. Грустные. И вот чередование этих трезвучий и дает невероятную красоту песни. Итак, самый известный перебор эстрадной. Две нотки вы берете и одну. Поочередно. Два, один. Два, один. Слышите, да? Уже какой-то знакомый мотивчик. А в левой ручке вы играете... Можете одну ноту играть, можете ее же в октаву. Я вам предлагаю начать с одной ноты, которая повторяет первую ноту вашего трезвучия. Звучит это так. Вы слышите, да? Что-то уже знакомое. Итак, сегодня мы подбираем песню «Батарейка». Строится она по четырех трезвучиям, друзья. То есть в конце этого урока вы уже самостоятельно сможете играть песню «Батарейка». От «Я» выстраиваете трезвучие, от «Соль», нотки от «Фа» и от «Ми». Причем от «Ми» у вас средняя нотка будет ложиться на среднюю черную клавишу. Итак, еще раз. Играйте в перебор, который я уже потому что показала. А теперь с пением. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Играет музыка Я тосковала тебе в минуты раздаванья Ты возвращалась ко мне сквозь сны расстоянья Но, несмотря ни на что, пришла судьба злодинка, и у любви у нашей села батарейка. Друзья, и так далее. Итак, пробуйте, напишите мне комментарии, насколько полезны будут такие вот ролики, потому что я ориентируюсь под свою аудиторию, мне очень важно знать ваше мнение. Напишите, получилось ли у вас сыграть песню «Батарейка». Все, друзья, если вам понравилось, ставьте лайк, и до новых встреч. С вами была Екатерина Забородка. Пока-пока.